Возможность проголосовать на предстоящих муниципальных выборах появится уже через 4 дня. Участки предварительного голосования откроются в понедельник. Напомним также, что электронное голосование начнется с утра понедельника и продлится по вечер субботы, 16 октября. С понедельника по четверг вы можете проголосовать в любом уголке Эстонии, где бы вы ни оказались, но за кандидата по округу вашей прописки. Избирательные участки Таллина готовы. Мы просто делаем последние приготовления. Ждем всех таллинцев на участках с понедельника, уже с 11 октября. А вот с пятницы на будущей неделе, то есть с 15 октября, избиратель может проголосовать только в своем округе. То есть человек, прописанный в Хаберсте или Пыхья-Таллине, сможет проголосовать только в местах для голосования, расположенных соответственно в Хаберсте или Пыхья-Таллине. Остается непонятным, почему некоторые таллинцы думают, что не имеют права голоса на этих выборах, хотя для многих это единственная возможность таким образом высказаться. Не верьте такой информации, которая злонамеренно или по незнанию муссируется в некоторых интернет-группах. На предстоящих выборах могут голосовать гражданины Эстонии, гражданины Европейского Союза и те лица, которые проживают в Эстонии по долговременному или постоянным видам нажительства. Еще раз. Избирательным правом обладают также серопаспортники, граждане других государств Евросоюза и граждане, например, России, которых в стране немало, Украины, Белоруссии и других стран, если они имеют долгосрочный или постоянный вид на жительство в Эстонии. Сам процесс голосования станет более удобным для избирателя. На время предварительного голосования откроется больше участков, чем четыре года назад. Проголосовать можно будет как в торговых центрах, так и на открытом воздухе. На избирательных участках предъявлять ковид-сертификат не потребуется. Маски будут предложены на месте. Обратимся и к нашим юным зрителям. В этом году впервые могут проголосовать и те, кому 16 или 17 лет. Раньше право голосовать на муниципальных выборах давалось лишь с 18 лет. Ну и последнее. Главные социологи страны сходятся в прогнозах, что явка на муниципальных выборах будет такой же или даже ниже, чем на прошлых выборах. Причиной тому служат заблуждения некоторых, что после выборов ничего не изменится. В частности, многие уже привыкли к тем пособиям и поддержке, которые дает жизнь в Таллине. Но нужно понимать, что измениться может многое, причем кардинально. Некоторые люди не хотят понимать, что развитие городов и властей после выборов может как стать более интенсивным, так и резко замедлиться. И именно наши голоса, и только они, могут на это повлиять. Олеся Труборова, Роман Васильев, Новости Таллина.